Добрый вечер на телеканале НДНС 7. Время новостей. И я, Евгений Нефанов. И вот о чем речь. Добрый вечер. Обзор социальных сетей и результативный матч «Авангарда» с хоккейным клубом «Сочи». Ну что ж, сегодня новый рекорд озадачил врачей Омска и области за одни только сутки. Они выявили 225 новых случаев коронавируса, из них в городе 183. Таким образом, общее количество заболевших новой инфекцией за весь период пандемии превысило 18 тысяч человек. Самая высокая заболеваемость коронавирусом сейчас наблюдается в шести регионах России. На Ямале, в республике Алтай, Москве, Калмыкии, Магаданской области и Туве, заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране осложняется. Наименьшую заболеваемость наблюдают у детей, наибольшую – в возрастной группе от 50 до 64 лет. Преодолеть очереди в поликлиниках сейчас под силу не каждому, а дождаться участкового и скорую на дом – тоже задача. Омск.Информ сообщает о смерти 62-летней жительницы Омска, которую отказались госпитализировать с целым рядом хронических заболеваний. В Минздраве, впрочем, ответили, что сделали для пенсионерки все, что могли. Сегодня же журналистам представили новый сервис, благодаря которому посетить врача можно онлайн. У регистратуры мало людей. Обычно сюда стремятся поутру, а сейчас два часа дня. А есть ли талоны? Вы все расскажете потом. А мы и покажем. Раз обстановка с ковидом нервная, то и регистратор Альфия получает от нас такой запрос – найдите ближайший талон к неврологу. Ну, поскольку сейчас у нас из трех неврологов работает только один специалист, немножечко с задержкой. Ну, задержки сколько? Неделя, две? Секунду. К слову, пока ожидаем. В этой поликлинике узких специалистов не так уж и много в принципе. Так, талон есть на 18 ноября, то есть неделя. Утренние очереди уже разошлись, но у кабинетов терапевтов пациенты ожидают приема. Врачи уже привычно не только слушают дыхание, но и изучают снимки, а завершают прием в этой поликлинике раздачей листовок. Это Сберздоровье предлагает бесплатные консультации онлайн. Управляющий кропотливо объясняет в фойе, как это работает. Для получения консультации необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Сберздоровья или в мобильном приложении, ввести промокод и выбрать специалиста, консультацию которого вы хотите получить. По итогу консультации вам будет направлено официальное медицинское заключение. Понимая, насколько необходима поддержка сейчас здравоохранению, мы в ближайшее время запустим еще один сервис, разработанный специалистами Сбера. Он позволяет проводить анализ снимков компьютерной томографии с использованием инструментов искусственного интеллекта, что сокращает время на подготовку заключения по результатам исследования. Как быть людям, которые с гаджетами не на «ты», а на «вы». Как правило, это люди старшего поколения. Обратиться за помощью к своим молодым родственникам. И тут Сергей сам показывает на своем телефоне. Вот заходит в меню «Продукты», вводит промокод «Омск.ТМ». Он одинаков для всех пациентов города. И переходит в раздел «Онлайн-консультации». Вы выбираете специалиста консультацию, которую хотите получить, и начинаете «Онлайн-консультацию». А вы уже сами пользовались? Да, я пользовался. Мне приходилось обращаться за консультацией, когда я был в командировке. И помогло то, что я мог направить результаты исследования, анализов, которые были на руках, и получил мнение специалиста, находясь вдалеке от дома. Вот только ключевые слова, имея на руках результаты анализов. Ведь без них получить качественное заключение уже сложно. Об этом говорим с заведующей поликлиникой. Все ли может, благодаря телемедицине, врач увидеть кое-где нужны анализы? Как вот с этим быть? Ну, согласно, что не заменяет «Онлайн-консультация» приема полноценного, который проводит узкий специалист. Так как нет осмотра, не проводятся специальные методы исследования, не проводится осмотр пациента с аускультацией, с перкуссией, с теми методами, которые доступны при непосредственном контакте. Анализы здесь двояко. Можно по консультации этого специалиста сдать анализы у нас на месте и отправить результаты, и специалист уже по результатам анализов может дальше повторно же давать консультацию. Поэтому приходились пациенты и говорили, я после консультации онлайн, мне нужно пройти такой-то метод обследования. И они на месте здесь у нас могут его получить, этот метод обследования, и дальше уже консультироваться. Но полноценный прием не заменяет, конечно, это. Но это помогает разгрузить в плане чего? Сопутствующие заболевания сейчас. Все специалисты у нас на коронавирус в основном распределены. Но от этого другие заболевания не исчезли. Люди хотят получать консультацию, они имеют на это право. Поэтому это будет большое подспорье. Вот только консультации узких специалистов уже стоят денег. Бесплатны здесь только онлайн приемы терапевта и педиатра. Если бы Наталья знала, то обязательно воспользовалась бы. Ну да, конечно. И вообще лишний раз бы, вот я не поехала, например, потому что мне было тяжело. Но в связи с тем, что мне нужен был больничный лист, мне пришлось ехать. Какой диагноз в итоге вам поставили? А пока привычно наблюдать очередь к терапевту в поликлинике. И тут уже пациент делает вывод. Попасть на прием проще, чем потом найти лекарство. У этого мужчины болеет вся семья. Вот у нас была главная проблема даже не вызвать врача, найти медикамент. То есть ни цифреакциона нет, как таковое. Где-то выкидывают в городе. То есть ездишь по аптекам всего города. И то есть онлайн это не отображается. Цифровой поиск и горячая линия. Этим на днях озадачил Минздрав губернатор. Специалисты уже работают над созданием единой справочной по аптекам. Можно взять на заметку и создателям приложения Сберздоровья. Евгений Ненифанов, Андрей Кузьмин, Антенна 7. И вокзал для двоих из-за коронавируса пассажиропоток западно-сибирской железной дороги упал почти вдвое. Но поскольку эпидситуация в стране только ухудшается, РЖД объявила тщательную профилактику для соблюдения социальной дистанции в зданиях вокзалов, на входных группах, в кассовых залах и залах ожидания. Нанесли вертикальную и напольную разметку. Помещения регулярно проветривают, дезинфицируют. И по-особому теперь моют даже электрички. Анна Рыбина и Андрей Кузьмин увидели как. Сегодня уборщиков на вокзале больше, чем пассажиров. Обработка идет круглосуточно. Ночью с хлоркой драют тамбуры и лестничные пролеты. Днем протирают кассы и залы ожидания. В поезде, да, все проверяют, даже температуру. Даже температуру? Да. А расскажи, что там еще делают? Может, изменилась сама поездка в поезде в связи с пандемией? Больше прибираются, мне кажется, делают санобработку. Дверные ручки, перила, поручни, подлокотники, сидения, столики трут каждые два часа. Посетителям предлагают антисептик. А вот температуру при входе не измеряют. Термометры барахлят из-за перегрузки. Есть ли у Анастасии жар, студентка узнает уже в поезде. Она направляется в Курган. И принимается решение о снятии больного и госпитализации. Либо его изолируют в определенном купе, людей переводят. И он едет до той станции, где будет непосредственно снятие. Вагон по приезду, конечно же, потом в депло производит полную ДЭС обработку. А много таких случаев? Ну, часто бывает. В поездах дальнего следования температуру пассажирам измеряют каждый день. И если она больше 37, начальник поезда сообщает об этом на ближайшую станцию. Больного там встретят медики в противочумных костюмах. А смотрят и примут решение. Амуниция легкая, только самое тяжелое, наверное, респиратор. А в принципе, вот эта игрушка тоже 5 килограмм. Это несложно. Я бы не сказал, что работы прибавилось или убавилось. Просто работа изменилась немного. Вот прибывает электричка из Исселькуля. Как только пассажиры покинули вагон, состав следует в цех технического обслуживания на помывку. Два часа его будут обрабатывать охотники за вирусами. Иначе им не назовешь бригаду уборщиков в таких костюмах. Четверть часа уходит, чтобы натянуть на себя респиратор, защитные очки, перчатки, комбинезон. А расскажите, каким поверхностям уделяете внимание? Что протирает больше? Все протираем. И холодно, и домоли, и все, все полностью. То есть то, чего касаются пассажиры? Два человека опрыскивают вагон дездраствором. Следом еще два протирают поверхности до скрипа. Это детский вагон. С марта месяца манеж для малышей закрыт по понятным причинам. Соблюсти социальную дистанцию в нем очень сложно. Обрабатывается детский вагон так же, как и взрослой хлоркой, даже более тщательно. Потому что малыши есть малыши, могут все потрогать и облизать. Все санитарные комнаты электропоездов у нас оборудованы антисветительным средством для обработки рук. Жидким мылом, туалетная бумага и бумажные полотенца. Перед отправлением в рейс все составы у нас заправляются водой. И тут есть все средства для профилактики распространения коронавирусной инфекции, вируса гриппа и других вирусных заболеваний. Обработка проходит перед каждым рейсом. А в пути приходится бороться с нерадивыми пассажирами с масками на подбородке. Есть пассажиры, которые не могут неправильно применять. То есть опускают на подбородок. В этом случае наши работники, контролеры, кассиры делают замечания. Объясняют, мы ежедневно проводим рейды. В ноябре форточку во время движения уже не откроешь. А глоток свежего воздуха электричке нужен, чтобы проветриться от вирусов и запаха хлорки. Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Коротко о ночном происшествии на метромосту. Один человек погиб в результате вылета иномарки. Недорогая машина на большой скорости влетела в бордюр уже на съезде к улице Аджинькидзе, отчего перевернулась и упала в 20 метрах от дороги. 27-летний водитель погиб на месте. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства этого ДТП. Школьники сегодня буквально завалили идеями губернатора. Школьники, впрочем, те еще умельцы. Они победители и финалисты всероссийского конкурса «Большая перемена». И тут вполне себе серьезные проекты. От обустройства арт-пространства в здании бывшей картографической фабрики до проектов «Умная парковка» и «Персональный диетолог». Как стало известно, на прошлой неделе сразу несколько омских старшеклассников победили. Ученики девятых классов в итоге заработали по 200 тысяч рублей, а одиннадцатиклассникам открыли счета на 1 миллион рублей. Всего в финале одного из самых масштабных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» Омская область представила 12 школьников. Губернатор пожелал развивать успехи и напомнил известную притчу. Класс учеников решили задать сложный вопрос своему преподавателю. То есть найти, есть ли вопросы, на которые их любимый преподаватель не знает ответов. Ну и самый такой продвинутый ученик ловит бабочку, держит в руке и готов сжать свой кулак в любой момент. И задает преподавателю вопрос. Скажите, дорогой учитель, а вот в руке у меня бабочка, она живая или мертвая? И что ответил учитель, помните? Правильно. Так вот, дорогие друзья, вы должны запомнить вот эту главную фразу ключевую, что именно в ваших руках все ваше будущее. Никто, кроме вас, не решит. Все, что могли дать вам родители, они уже дали. Они дали вам тепло, заботу. Ну, может, где-то подсказки, куда двигаться, какую выбирать профессию, помогут. А все, что дальше в жизни, будет обеспечено только вами. И теми знаниями, которые вы приобрели за партами, тем умением общения, которое вы сегодня демонстрировали на конкурсе федеральном. Поэтому двигайтесь вперед. Порядок с мусором в микрорайонах города решили наводить благодаря рейдам. В Советском округе инспекция выписала сразу 8 протоколов. Один из них вот здесь, из-за этой площадки. Тут и сгоревший контейнер, и мусор повсюду. Грязь наблюдается и на территории рядом с контейнерами. Все это вблизи многоэтажек 4Б и 6 Корпус 2, улица Химиков. Удивительно, что такой бардак допустила даже не управляющая компания, а товарищество собственников жилья ТСЖ под названием «Парус» получит протокол об административном правонарушении. Наиболее часто встречаемые нарушения – это разрушенное бетонное основание контейнерной площадки. Не проводится дезинфекция контейнеров, не складирован КГМ правильно. То есть там вместо КГМ складируются обычные твердые коммунальные отходы в мешках, которые должны собираться управляющими компаниями, дворниками управляющих компаний, складироваться в контейнеры. Какие меры принимаются в администрации округа к нерадивым управляющим компаниям, а также представителям ТСЖ, ЖСК, которые нарушают правила благоустройства? Специалистами администрации округа в ходе рейдов выявляются нарушения, составляются уведомления, выдаются управляющим компаниям, хозяйствующим субъектам, а также составляются протоколы об административных правонарушениях. Вторая волна ковида наступает. Люди все больше сидят по своим домам. Где же пообщаться с горожанам? Ну, конечно, в соцсетях. Живо откликнулись комментаторы под постом в паблике «Инцидент Омск» о захвате земли. По словам автора, на чужое посигнул жилет с одной из квартир, причем даже не собственник. Разрешение ни у кого не спрашивал, чтобы обнести забором участок общей земли. Согласия на эти действия собственники квартиры номер 5 не давали. Установлен металлический забор 2 метра. Окна жильцов квартиры 5 упираются в металлический забор. Жильцы квартиры 5 при пожаре, выпрыгивая из окон своих квартир, окажутся на закрытом земельном участке, либо на штырях забора. Пострадавшие просят реакции администрации города через интернет. Комментаторы восприняли чужой конфликт близко к сердцу. «Мужик красавчик, побольше бы таких. А вам, соседи злые, наверное, нравится ходить по газону с собачьими фекалиями?» «Забор ставится для формирования зоны отдыха одного человека, а не всех жильцов. И установил его он на общедалевом участке. К вам бы в огород пришел сосед и поставил внутри свой забор для него. Вам бы понравилось?» «А в администрацию не пробовали писать?» «При чем тут администрация? Там частная земля. Пущай в суде и разбираются». «Можно и без суда ему зону комфорта там устроить. Типа мусорного полигона или птичьей гавани». Ожидаемо резонансный пост о штрафе без масочника. Покупатель попался проверяющим в супермаркете. Как сообщили в пресс-службе судебной инстанции, мужчина отделался минимальным штрафом одну тысячу рублей. У него не было оттягчающих. Административную ответственность – обстоятельств. Кое-кто из комментаторов поставил себя на место штрафника. Зачем подписал протокол? Нужно было писать. Не согласен. «Если человек идиот, то его даже не жалко. Люди, которые согласны со штрафом и добровольно подписывают протокол, вы на что надеетесь, что это когда-то прекратится, и на вас перестанут зарабатывать стадо баранов, а не общество?» «Умудрился пройти без маски? Подождите-ка. Вроде как запрещено обслуживание без маски. Но не нахождение в магазине без нее? Что за бред?» «Надевайте маску не для того, чтобы других не заражать, а чтобы не штрафанули. Таким подходом людям неправильно объясняют необходимость ношения маски». Омск оказался в топ-5 городов России по случаям с высоким загрязнением воздуха. Мимо такого поста подписчику трудно пройти. До второй волны коронавируса экологическая тема была самой жаркой. Само собой, в комментариях негатив. «Нравятся мне такие решения проблемы. Сообщили людям, что они в топ-5 опасных городов, и дальше ничего не будут делать». «Новость дня. Мы уже давно. В топе, в попе. Не первый год подряд». «Почитали? Ну и хватит. Дышим глубже дальше». «Все хорошо. Нюхательная машина, возможно, найдет источник выбросов». «И по загрязнениям, и по коронавирусу уверенно выбиваемся вперед». «Продолжаем следить за сетевой жизнью омичей». «Иртыш» сегодня играет в Оренбурге. И нашим футболистам предстоит труднейший поединок. Футбольный клуб в минувшем сезоне играл в самой Премьер-лиге. Команда горит желанием вернуться туда вновь. И сейчас южноуральцы занимают второе место в первенстве ФНЛ. В межсезонье Оренбургу удалось удержать большинство своих лидеров и взять молодых перспективных футболистов из Академии «Зенита». Результативно играет главный бомбардир клуба – ганский форвард Джоэль Фомие. На его счету пять голов и столько же передач. Ну и без него в обойме Оренбурга много качественных футболистов. Жига Шкофлик, Андрей Козлов, Андрей Чуканов и другие. Тем важнее, что по истечению часа игры «Иртыш» не пропустил ни одного мяча. Впереди, кстати, у «Иртыша» несколько ажиотажных поединков. Клуб запустил электронную систему продажи билетов на матчи нашей команды для того, чтобы посетить ближайший домашний поединок «Иртыша» против футбольного клуба «Нижний Новгород». Болельщику необходимо зайти на сайт нашей команды и там в расписании игр найти этот поединок. Далее необходимо нажать на значок «Купить билет», затем заполнить форму, выбрать место и произвести оплату. Стоимость электронных квитков такая же – 150 рублей. Они продаются через интернет лишь в два сектора. В остальные шесть билеты продаются в кассе. При входе на матч, напоминают, в футбольном клубе необходимо предъявить QR-код билета. Ну а проход на игру – только при соблюдении социальной дистанции и при наличии защитных масок. Авангард тем временем мощно стартовал в домашнем матче против хоккейного клуба «Сочи». Ястребы быстро повели в счете, а что было дальше, расскажет Владимир Истомин. Скорость, напор, стремительные атаки в одну-две передачи, восьмая минута – блестящая комбинация. Выход 3 на 1, тонкая передача Кирилла Семенова, точный бросок Александра Хохлачева. Натиск, давление – классный розыгрыш большинства. Наброс Оливера Каски, подправление Рида Буше, бросок с добивания Сергея Толчинского. 2-0, отличное начало. Выходили как на каждую игру, на обычную. У нас всегда одна задача – всегда победить. Честно, не думаю, что мы вспоминали о том, что проиграли последние три игры. Просто надо было выиграть, победить, забрать два очка. Вдохновение, стремление играть в том же стиле – прессинг соперников. Удача на стороне хоккеистов ХК «Сочи». В составе «Южан» два лучших бомбардира чемпионата в Финляндии – Ере Карьяванин и Мальте Стремваль. Рикошеты, доля фарта, хлёсткий бросок. 15-я минута – Карьяванин сократил разрыв в счёте. Парадокс. Преимущество на стороне «Авангарда». Шанс под занавес первого периода. Серия моментов в начале второй 20-й минутки. Но нет точного броска. Напряжение. Сочинцы начали прибавлять, наращивать темп. Ястребов несколько раз выручил новичок команды – чешский вратарь Шимон Грубец. Сочи действует неплохо в большинстве. У них есть нападающие, которые могут забивать. И, конечно же, нужно быть к этому готовы. Они играли хорошо. Я думаю, что очень важен был тот сейв, который я сделал во втором периоде, когда они выходили два в одного. Если бы они забросили, то всё могло бы измениться. Яркий отрезок матча, динамичные атаки – голы в большинстве. С трём вольброском в касании восстановил равновесие. Толчинский вновь здорово сыграл на добивании. Этот гол стал победным. «Авангард» выиграл матч со счётом 3-2. Хорошее возвращение к работе. Две шайбы забросили в большинстве. Здорово нейтрализовали меньшинство, особенно в концовке матча. И дебютный матч Грубеца победным случился. И, конечно же, я доволен тем, как ребята старались, как выложились. Сегодня такое ключевое значение сыграли спецбригады. И здорово возвращаться вновь к игре. И особенно на такой положительной ноте, одержав победу. Впереди у «Авангарда» большая выездная серия. Расписание ближайших матчей можно посмотреть на официальном сайте клуба. Владимир Истомин, «Антенна-7». Таковы новости. Самое главное – не болейте и до встречи. Дети берут пример со взрослых и всё повторяют за вами. Ваша задача – сделать так, чтобы они повторяли правильные вещи. Например, чаще мыли руки. Надевали маску в общественных местах. Чихали и кашляли в локоть. И защищались от чихов других. Соблюдали дистанцию. Чем больше правильных вещей дети будут повторять за вами, тем в большей безопасности они будут. Будьте хорошим примером и будьте здоровы. Новости. Официальная группа ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова